Привет, друзья! С вами Forms Digest. Как все вы знаете, новый iPhone уже несколько недель в свободной продаже на российском рынке. И если раньше сентябрьская презентация Apple была, безусловно, событием номер один в мире технологий, то сейчас наблюдается некий спад. По крайней мере, таких очередей, как раньше, за ним не выстраивается. Конечно, iPhone просто стал дороже. Помните модель 3G? Он стоил 27 тысяч рублей. А сейчас за эти деньги можно купить только китайский аналог. Самый дешевый iPhone из новой линейки стоит вдвое больше, почти 60 тысяч рублей. Самая дорогая версия более 120 тысяч. Но цена это не тот фактор, который волнует героев Forbes. Во-первых, сейчас появилось множество достойных конкурентов iPhone. Во-вторых, Digital Detox, набирающий популярность вид отдыха. В-третьих, у многих миллиардеров и не было iPhone. Не то чтобы даже iPhone, вообще смартфона не было. В связи с этим, наша редакция задалась вопросом, который буквально лежал на поверхности. В этом выпуске мы расскажем о гаджетах. Преимущественно о смартфонах самых богатых людей мира. У кого до сих пор кнопочная Nokia или Sony Ericsson. Кто выбирает Huawei и Samsung, а кто, веря на iPhone, самые первые модели. У нас в гостях владелец Билайн Михаил Фридман, Евгений Касперский. Вы знаете, сколько раз мы сегодня позвонили? Михаил Куснирович, Александр Лебедев и другие бизнесмены. Большой люкс, это человеческое общение. Почему Михаил Фридман, один из самых богатых людей России, не боится прослушать конкурентов и спецслужб? Кроме того, вас ждет специальный конкурс от генерального директора Билайна, Василия Лацанича. Знаете, был такой старый, добрый анекдот. И результаты прошлого конкурса за ужин на 100 тысяч рублей. Приятного просмотра. Два титана от мира гаджетов, Билл Гейтс и Стив Джобс. Они никогда бы не признали, что пользовались гаджетами друг друга. Собственно, в прессе они в этом и не признавались. Хотя все понимают, что никто так не следит друг за другом, как конкуренты. Стив высказывался об успехе Microsoft неоднократно. Я думаю, меня это огорчает. Не успех Microsoft, у меня нет проблем с их успехом. Они его большей частью заработали. Меня больше беспокоит тот факт, что они выпускают довольно посредственные продукты. Но это еще цветочки по сравнению с высказываниями Джобса об андроиде. Стив говорил, что создатель андроид Энди Рубин высокомерный... Это все, имея в виду андроид, как копия того, что мы делаем. А Билл Гейтс, в свою очередь, подчеркивал в интервью, что ему совсем не интересен айфон. Хотя он запретил его у себя дома. Более того, Билл Гейтс даже называл Стива Джобса гением. Но нам очевидно, какие бренды гаджетов в предпочтении у миллиардеров. Самый известный гаджет Илона Маска – это его творение. Электроавтомобиль Тесла, который, подобно любому телефону, может разрядиться. Но что касается смартфона, Илон Маск однозначен. Всегда пользовался и продолжает пользоваться айфоном. Не так много продуктов действительно делают нас счастливее. Долгое время это делала Эппл. Я по-прежнему считаю, что компания создает прекрасные телефоны. Я всегда пользовался и продолжаю пользоваться айфон. Но ранее Эппл выпускала технику, которая нас прямо поражала. Конечно, она и сейчас делает прекрасные продукты, но они уже менее значимы. Сейчас мир завораживает проект Илона Маска «Нейролинк», занимающийся созданием нейроинтерфейса, соединяющий мозг с компьютером. Этим летом на презентации показали нити, предназначенные для считывания информации из мозга. Роботы, который будет имплантировать их в череп и лабораторную крысу. Ближайшая цель «Нейролинк» научиться имплантировать чипы парализованным людям, чтобы те могли использовать компьютеры и телефоны. И делать это с меньшим вредом для мозга, чем применяющиеся сейчас методы. После операции люди по задумке «Нейролинк» смогут силой мысли писать текстовые сообщения и листать страницы в интернете. Нити, содержащие электроды, после имплантации будут мониторить активность мозга и передавать данные на небольшое устройство, расположенное за ухом. Это устройство будет передавать данные на компьютер. Миллиардер признается, что это займет много времени. Самые зрелищные гаджеты у самого богатого человека в мире – Джеффа Безоса. В 2018 году в своем твиттере он опубликовал фотографию, как на конференции Amazon Mars его сопровождает четверехногий электронный питомец Spot Mini. Это разработка компании Boston Dynamics. Там множество интересных, даже не гаджетов, настоящих роботов. Один из последних – робот Atlas, который ловко делает прыжки, кувырки и напоминает героя «Звездных войн». Полюбуйтесь. Большой друг Билла Гейтса, миллиардер Уоррен Баффетт, в интервью телеканалу CNBC признавался, что для него простота и комфорт гораздо важнее статуса. Еще бы с таким состоянием. Я был нацелен на то, чтобы стать тестером матрасов. Поэтому он пользуется простой раскладушкой от Samsung – модель SCH-U320. В интернет-магазинах она стоит не более 20 долларов. Смеясь, Баффетт признался, что у него, конечно, есть телефон от Apple, но Рокки не доходит его настроить. Хотя новости, рабочую почту он проверяет на одной из последних моделей iPad. Как известно, iPad обожает российский миллиардер Алишер Усманов. Кроме того, у него есть и iPhone, и гигантская яхта, и целый Mail.ru Group. Часа два-три-пять иногда провожу в iPad. Кнопочный телефон. Легендарная Nokia. У Леонида Михелисона – самого богатого бизнесмена в российском списке Forbes этого года. У нас даже есть фото Михелисона с телефоном. На что это за модель? Эксперты, пишите в комментарии. Легендарную модель Nokia 3310 на юбилее Forbes показал участник нашего списка Михаил Куснирович. Кроме того, он объяснил, почему кнопочный телефон гораздо лучше. Дело в том, что я остаюсь в человеческом контакте. Да, вот так. Вот. И, собственно, ну какой здесь Инстаграм? Какой здесь… Почему, Михаил Иванович? Ну, потому что мне можно дозвониться. А это большой люкс. Это человеческое общение. Бизнесмен Евгений Касперский создал компанию с мировым именем. Вернее, с фамилией. Она известна своими антивирусами и тем, что стоит на страже безопасности. У Евгения Валентиновича супер-гаджет. Кнопочный Sony Ericsson. Зато в день он получает всего несколько имейлов и звонков. Вы знаете, сколько раз мне сегодня позвонили? Да, откуда я знаю? Я через помощника. Ноль? Ноль раз? Не нужно. А знаете, сколько писем сегодня утром, когда я открыл почту сегодня утром? Знаете, сколько писем по бизнесу было? Одно, два, два, два. Компания сама работает. Но если мы зайдем в Инстаграм Касперского, то поймем, что его главный гаджет – это совсем не телефон, а фотоаппарат. Sony A9, на котором он делает великолепные снимки. Еще один популярный аккаунт в Инстаграм среди российских бизнесменов у Александра Лебедева. Неудивительно, ведь у его жены, модели Лены Перминовой, 1,9 миллионов подписчиков. В такой ситуации не остается другого выхода. Приходится владеть всеми гаджетами. Вот Лена, вот Лена, вот Лена. Лена с Александром. Еще одна фотка Лены. Лена с Александром снова. И еще, и еще. Конечно, тут необходимо быть продвинутым юзером. У меня Apple-овский телефон и iPad. Ну и все, пожалуйста. Компьютером я не пользуюсь. Когда заходишь в Инстаграм миллиардера Олега Тинькова, первым делом в глаза бросается его зеленый велосипед. Е-е-е, Тинько! Сэплотинько! Технологичный, со спидометром. Задней мыслью я всегда помню, что Олег Юрьевич сейчас делал ледокол. Но вряд ли это можно называть гаджетом. Со смартфонами он консервативен. Предпочитает iPhone. Настоящий специалист в технике Дмитрий Алексеев. Основатель сети DNS. Он предпочитает Huawei и Samsung. Ну, я, наверное, почти всем пользуюсь. От смартфонов. Ну, как сейчас без смартфонов? Я имею в виду, у вас iPhone или Samsung, что-то такое конкретное. У меня Huawei. У вас Huawei. Да, все. Уважаемые корейские партнеры, я очень люблю компанию Samsung. Но у вас есть несколько телефонов? Нет, у меня один телефон, это все лукавого. Но, конечно, китайцы молодцы. Они прям не дают скучать с корейским партнерам. Они прям бодаются. Мы в штаб-квартире Beeline. Этим брендом владеет миллиардер Михаил Фридман с Forbes. Он эксклюзивно поделился своими предпочтениями в гаджетах. Я пользуюсь обычными гаджетами. iPhone, iPad. Ну, так сказать, все обычные гаджеты. Я, так сказать, честно говоря, предполагаю, что по тем или иным причинам мои разговоры могут быть доступны для разных организаций, скажем так. В том числе, наверное, для конкурентов в какой-то ситуации. Наверное, теоретически. Меня почему-то никогда это не сильно так волновало. Я не могу сказать, что я с ума схожу. Все касается спецслужб, которые, я так понимаю, легально имеют доступ к разговорам, к сообщениям. Я не занимаюсь чем-то незаконным. Я в этом не вижу никакой проблемы. Однако смартфоны ничто без выхода в интернет. Недавно Beeline первыми установил рекорд по скорости 5G в России. По этому поводу мы встретились с генеральным директором компании Василием Лацаничем. Я пользуюсь всем, что вообще может быть в технологическом поле. Для меня это очень интересно. Я пользуюсь разными телефонами, разными планшетами, да и разными компьютерами. А какие у вас любимые бренды? Это iPhone или, может быть, китайские производители? Сейчас популярны достаточно Huawei. Вы знаете, нет у меня любимого бренда. У меня есть телефон iPhone, у меня есть телефон Samsung, есть телефон Huawei. Я ими пользуюсь время от времени для того, чтобы понимать, что у них нового, какие технологии кто развивает. Точно так же и с планшетами. У меня есть планшеты и iOS, и Windows с планшетами. Я считаю, что надо знать все, потому что это моя работа. Хотел спросить, в первую очередь, про 5G. Сегодня про это очень много говорят. Какие качественные изменения эта сеть перенесет в Россию? Мы пока не представляем себе, что будет реально востребовано и для чего мы строим эти сети. Но мы уверены, что в течение первого года-двух появится масса новых разработок, которые будут базироваться именно на тех гигантитных скоростях, которые предоставляет 5G. Вы тоже хотите больше узнать о скорости и технологических новшествах? Тогда переместимся на Формулу-1 в Сочи. И вот мы уже на Формуле-1 в Сочи. Автомотоспорт, трех моторов. И сзади меня стенд Билайна, который рассказывает о внедрении сверхскоростной сети 5G в России. Пойдемте посмотрим, что там. 3G загружал один выпуск Forbes Digest в 8 гигабайт более 1 часа. 4G, 7 минут. 5G будет делать это за 15 секунд. С фотографиями похожая история в десятки раз. Быстрее. Пойдем дальше. Это базовая станция со всеми нужными для нее элементами. А где здесь 5G, собственно? Что представляется? Это все 5G. Это все 5G. Радио Юника находится вот здесь. И, соответственно, они генерируют сигнал, который антенна потом раздает. На какое количество пользователей может работать такая штука? 5G известно тем, что она может работать на гораздо больше пользователей, чем 2G, 3G и 4G. То есть мы говорим, что каждая базовая станция теоретически может обслуживать тысячи клиентов. Напомню, в GSM одна базовая станция обслуживала раньше максимум 60 клиентов. И потому мы считаем, что это может сделать доступным так званый M2M прогресс технологии, когда может быть множество подключенных девайсов, и они не будут съедать конечную емкость базовой станции. Подождите, друзья. Вас еще ждет специальный конкурс от Билайна. Но прежде мы объявим победителей предыдущего выпуска, который получил ужин во Владивостоке с крабами-морепродуктами на 100 тысяч рублей. Победителем становится BRCK. Нам понравилась твоя идея. Попробуй ее реализовать. Если у тебя получится, присылай нам фотоотчет или видео. Сегодня как раз Билайн приготовил для наших подписчиков трушные подарки. Это книга, подписанная вами, и очень классный мерч. Во-первых, это книга трушная, вы правильно сказали, потому что она не самая дешевая. Она такая большая, хорошая, толстая. Во-вторых, она не технологичная, она бумажная. Значит, она трушная. Правда? Окей, теперь насчет того, что в ней. Это книга, которая удивила многих в мире, в том числе и меня. Некоторых поразила. Удивительно то, что когда ты читаешь эту книгу, ты надеешься найти, потому что все о ней так говорят, какие-то абсолютно новые, неизведанные истины. На самом деле это всего лишь детальное, последовательное, несколько художественное описание истории человечества. Не несколько, а очень художественное описание истории человечества. Мы видим, как Харари просто из тех фактов, которые мы и без него знаем, сплетает свою канву, в которой рассказывает, почему он считает, что человечество развивалось так, как оно развивалось. Потому что эта книга, это такая хрестоматия. Ее можно почитать тем, кто пропустил уроки истории в школе. Большинство из них. Если все пропустили, она не поможет. Но эта книга одновременно немножко толкает нам подумать, а если на самом деле это вот так, ну буквально я открою страшный секрет, человечество пленило и поработило, и превратило в рабов пшеницу. Вот это написано в этой книге. Если человечество пленило пшеницу, то что будет дальше? Вот когда такие мысли приходят в голову, значит, книгу прочитал не зря. А если ты просто узнал, в каком году случилось такое-то событие, то значит, ты просто пропустил уроки истории. Ну еще книгу приятнее читать, вот особенно в такую промозглую погоду, в свитшоте от Билайна. Я предлагаю такое задание. 25 лет Билайну, 12 лет мы уже живем с айфонами. Когда-то они там, сотовая связь была для нас чем-то необычным. Мы удивлялись сенсорному экрану. Сейчас в ближайшем будущем появится сверхскоростной интернет. Задание для подписчиков такое. Придумать, пофантазировать на тему, что будет в мире технологий через 10 лет презентовать Билайна. Кто напишет самый креативный комментарий, такой, может быть, отдаленный от реальности, но который нам понравится, тот и получит вот эту книгу и свитшот. Да? Да. Самое главное в такой ситуации мыслить достаточно открытым. Самое главное не пытаться построить линии от сегодня к 10 годам впереди. Самое главное попытаться представить себе другую реальность. Давайте я расскажу маленький пример. Когда-то, несколько сот лет назад, был расчет, что замечательный город Лондон скоро погибнет. Погибнет он по одной очень тривиальной и не самой литературной причине. В то время очень активно развивались конные перевозки. Лошади, когда ходили по улицам города, особенно в Лондоне, они оставляли экскременты. Экскрементов собиралось много, не существовало службы, да и, в принципе, почти невозможно было это все собрать. Особенно потому, что движение было абсолютно хаотичное, никаких, как вы понимаете, лицензий, номерных знаков и парковок для лошадей не было. Потому экскременты были везде, и это считалось нормой, то, что они падают. И вот тогда ученые взяли и рассчитали, что этот уровень экскрементов очень скоро потопит Лондон, там будет жить невозможно. Почему это не случилось? Появился автомобиль. Кто из тех, кто считали, когда Лондон утонет в говне, могли представить себе, что появятся автомобили, лошади просто будут не нужны? Понимаете? Это и есть мышление о том, что будет через 10 лет, о чем мы сегодня даже не догадываемся. Это не то, что лошадям привязывают мешки к задницам, лошадей научат жить безотходно. Так бы мыслил человек эволюционно, по пути, как мы будем избавляться от этой проблемы. На самом деле, просто пришел автомобиль. Спасибо за просмотр, друзья! Без гаджетов не получится поставить нам лайк и подписаться на канал. Поэтому они просто необходимы. Но помните, что во всем важна мера. И даже Стив Джобс говорил, что продал бы все свои технологии за вечер в Сократов. С вами был Корпс Дайджест. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»